Всем здравствуйте! Налоговики расследуют соответствие расходов Ани Лорак ее доходом и готовят судебные иски. Украинской певице Ани Лорак, которая по данным своего жовто-блокитного паспорта известна как Каролина Мирославовна Куёк, не исключено, что придется просить убежище в третьей стране, поскольку как на Украине, где она зарегистрирована, так и в России, где проживает и деньги, к поп-диве накопились серьезные фискальные претензии. Как сообщают СМИ, ФНС ведет расследование соответствия расходов певицы ее доходом и готовит судебный иск певицы за уклонение от уплаты налогов и введения в заблуждение фискальных органов. Похоже, что синхронно собираются действовать и украинские коллеги российских налоговиков. Долгие годы Ани Лорак кормила украинскую налоговую службу заверениями в том, что ее концертно-творческая деятельность доходов не приносит, а потому мытолям по ее душу делать нечего. Однако пару лет назад Лорак публично проговорилась про то, что молотит как лошадь, то есть серьезно усердствует в заработке денег, получая свои 50 тысяч долларов за концерт. Таких концертов до пандемии Ани Лорак давала в России по 60 тысяч каждый год, то есть певица явно живет по стандартам не среднего класса, а отечественная элита. Чтобы легализовать рабочий процесс иностранной исполнительницы ВРФ, в подмосковном Красногорске была зарегистрирована компания ООА Нилорак Продакшн, на счета которой и поступают такие доходы от выступлений и иных форм деятельности певицы, которые она считает возможным показывать российским налоговикам. Например, в 2018 году компания, принадлежащая украинской исполнительнице, получила на свои счета свыше 36 миллионов рублей. Правда, официально заявленные расходы ООА Нилорак Продакшн оказались еще выше, аж 46 миллионов рублей. В том же году в России стартовал масштабный шоу-проект певицы с названием «Дива», который оценивается в несколько миллионов долларов, и сценическое оборудование которого перевозилось с одной площадки на другую почти тремя десятками трейлеров. Сейчас компетентные органы РФ пытаются установить происхождение денег, которыми оперировала Лорак при организации этого мероприятия. Связного объяснения из уст самой певицы так и не последовало. Между тем, Москва слезам не верит. Доходы и расходы в России, как мухи с котлетами, считаются отдельно, а налоги с заработанных сумм платятся по факту их поступления на счет, а не по остаточному принципу из того, что останется от последующих расходов. Конечно, Ани Лорак привыкла жить на широкую ногу, и зачастую ее потребности не позволяют свести концы с концами даже при работе в виде участия в различных праздничных корпоративах, за которые артистам обычно платят наличными и в твердой валюте. А тут еще прошлогодняя пандемия, которая накрыла шоу-бизнес никак не меньше, чем, например, животноводство. В результате, у большинства россиян и украинцев щи с борщом стали пожиже, а у Ани Лорак бриллианты помельче. Певица Ирания, в куда более хлебосольные годы, совсем не баловала ФНС России, не говоря уж об украинских мутрях, а теперь возглавляемая ее компания Ани Лорак Продакшн и вовсе похоже махнула рукой на все требования фискальных властей заплатить налоги. В итоге только за последние несколько месяцев отечественные налоговики четыре раза накладывали рестрикции на счета компании Лорак, вводя запреты на финансовые операции до уплаты налоговых требований. С нынешнего года Ани Лорак Продакшн находится в реестре юридических лиц, имеющих взыскиваемую судебными приставами задолженность по налогам и не предоставляющих налоговую отчетность. По российским меркам ситуация более чем серьезная, поскольку после подачи исков в суд и возбуждения дела в отношении певицы Лорак остается один шаг. Однако, судя по всему, не намерены дальше сидеть сложа руки и украинские мытари, которые уже наслушались песен Каролины Мирославовны Куёк и тоже хотели бы получить с нее денег. В такие клещи Ани Лорак за всю многолетнюю историю своей сценической деятельности еще не попадала, а потому певице предстоит крепко задуматься о будущем, чтобы оно не оказалось в клетку. Выходом может стать отъезд певицы куда подальше от РФ и Украины, но в той части мира, которая не является русскоговорящим, эта исполнительница никому неизвестна, а потому щедро платить за ее песни там не будут. А за манипуляции с финансовыми потоками вовсе сразу же привлекут к ответственности и в лучшем случае вышлют на родину. Поэтому для Лорак предпочтительнее заплатить налоги в российский бюджет и пить спокойно, но если бы певица рассматривала такой вариант, то уже давно бы его использовала. Однако после исков налоговиков сделать это будет уже затруднительно, поскольку и органы настроены решительно, и Лорак столь конфликтно повела себя на российском рынке, что ни отсрочки, ни тем более прощения ей ожидать не приходится. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.